мы прямо приехали в самый-самый центр стокгольма прямо перед нами драматический театр стокгольма очень красивое здание туристические автобусы которые вас провезут по всем туристическим знаковым местам стокгольма если вы приехали на один день стоит сесть на такой автобус и прокатиться по стокгольму именно чтобы все 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 успеть приехали на 4 дня поэтому нам торопиться некуда и мы наслаждаемся городом неторопливо вот он романтический театр сейчас небольшой дождь моросит люди достали зонтики вот такие шведы гучи тиффани луи виттон моросит дождь но все равно стоят люди в луи виттон очередь через дорогу шанель и тоже очередь валер скажи привет да сегодня холодно достаточно вчера было теплее это не для меня было я только мерзел это не для меня было вчера мы здесь тоже прогуливались но дождя не было но у нас честно говоря после дороги и сил снимать не было может быть завтра еще будет хорошая погода и тогда вам отснимем без дождя, во всяком случае прогноз погоды передает, что сегодня уже после трех часов дня должно уже распогодиться должно выйти солнышко сейчас пройдемся с вами по таким узким улочкам старого Стокольма еще раннее утро для воскресенья сейчас 9 часов утра но мы решили провести сегодняшний день максимально продуктивно, поэтому вышли вот так рано улетаем мы завтра с утра поэтому сегодняшний день мы решили просто побродить по Стокгольму и насладиться старинными улицами фонтанчик заросший виноградником таким диким все это очень-очень красиво смотрится его видно отключают потому что видно, что там вода текла следы от воды есть но сейчас пока он выключен город просыпается чайки посмотрите, какие улочки дома выкрашены чаще всего вот такой кирпичный цвет наверное это связано с тем, что в принципе город морской и если где-то какая-то ржавчина она появляется, чтобы ее не было так видно сильно но, во всяком случае, я так думаю смотрите, какая улица узкая она, наверное, может метра полтора по ширине кстати говоря, чувствуется, что ты находишься в северной стране практически нет открытых балкона все застеклено, так чтобы максимально получать солнечный свет и в то же время защищает стекло от ветра в общем, все, все, все в таких маленьких улочках здесь явно видно, что это просто въезд в квартиры там, видите, уже есть входы велосипеды стоят а с этой стороны уже кафе из-за того, что город морской стены на некоторых зданиях облупившиеся видно, что люди следят но очень много зданий, которые требуют реставрации штукатурки я так думаю, что ее проводят постоянно видите, вот как здесь видно, что тут следят но сырость и и и Субтитры сделал DimaTorzok Смена караула Неожиданно получилось заснять смену караула Кстати говоря, они не против были, но я уже ушла, чтобы их не смущать Видно было, что они чуть-чуть в напряжении из-за того, что я их снимаю Но никто ничего не сказал Я так думаю, что они уже привыкли, что туристы их постоянно снимают Это часть туристического зрелища Чувствуется, что мы находимся в северной стране Швеция находится на севере Если вдруг кто не знает Широченная дорога Не знаю, отражает ли это камера Но здесь вот вчера мы видели конницу То есть в расчете на то, что здесь проходили какие-то парады А сейчас ездит конница Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А вот видите кабинка Это общественный туалет В принципе, там и написано АВЦ Но можете просто не обратить внимания Это тоже важно Когда вы гуляете по такому большому городу Вы должны знать, что в любом кафе-ресторане Даже если вы туда не заходите покушать Туалетные бесплатные И еще можно встретить вот такие кабинки Они тоже бесплатные В принципе, в интернете есть вся информация Как ими пользоваться и так далее Но, на мой взгляд, это очень важная информация для туристов Очень красивая архитектура Именно в историческом центре Видите, фиалочки Тюльпанчики Кстати говоря, в Польше уже тюльпаны оцвели А в Стокгольме, получается, Швеция северная страна Здесь еще те цветы, которые уже в Польше оцвели Еще пока цветут полным ходом Огромное количество львов везде В разных интерпретациях Продолжение следует... По меркам Швеции Сегодня должна быть отличная погода Сейчас начало 10-го Уже видно, что будет солнышко Продолжение следует... 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 красивый такой фонтан и прямо в центре здесь можно купить цветы уже аромат лили стоит просто нереально и здесь же такая расположена барахолка где люди смотрят покупают какие-то старинные вещи явно видно что здесь какие-то такие вещи старинные я так понимаю что это этот рынок располагается здесь по воскресеньям достаточно все цивилизовано на столиках аромат пиона ливи роз и дымки даже перец можно купить с и и и и и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Как стадион, там футбольное поле. И тут тренируются, судя по всему, детки. В том числе. То есть, наверное, происходят какие-то мероприятия спортивные. Видите, в Польше уже отцвела сирень, а здесь только-только начала. Очень красивая сирень цветет. По всему Стокгольму аромат стоит. Вот такой сирень. Продолжение следует... 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 Украинский флаг на трамвайчике... Шведский и украинский... На таких трамвайчиках когда-то катались по всему Стокгольму... Украинский фонарь... Смотрите какой классный... Украинский фонарь... Украинский фонарь... Продолжение следует... Продолжение следует... Прикольно... Пешеходный переход... Видите по диагонали... На перекрестке... Такое первый раз вижу... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok